Добрый вечер, друзья. Пришло наше время. Я начинаю. Начинаю я с стихов, которые меня поразили. О, Сергей Юферев. Знает ли его страна? Я знаю. У меня много его стихов. Знает ли его страна? Знает ли, что такое настоящая поэзия? Давайте с моего голоса. Земля наша мама. Я сейчас отнякусь как. Показывают. Время и времени звучат взрывы. Сюда доносятся за десятки километров страшные взрывы. Это котлован. Это идет уничтожение земли. Вроде и войны нет. А землю калечат тысячами тонн взрывчатки. Сегодня, сейчас, каждый день. Земля наша мама. Я землю свою засеваю стихами. Как поле оно, она засевает цветами. Лечил ее душу простыми словами. Как воздухом лечит она и плодами. Ее обнимаю лучистой мечтою. И нежно люблю я чистой душою. Земля наша мама. Рискуя собою, живет человеку, любовью святую. Да, земля рискует собою. Конец уже близок. Но, может быть, и нужны такие люди, как мы с Сергеем. Чтобы хоть как-то конец это двинуть. Вот это мой сад. Вот. Видите, мой этот самый, как сказать, приговор современному садоводству. Вот это мой сад. Вот так каждую осень уходит под снег. Каждую осень. Огромное количество плодов. Трава. Скошенная трава. Трава и то, что вы видите. Когда-то один, я долго выбирал слова. Самые такие, самые такие, потом. А таких специалистов много. Затем первым, кто сказал, что давайте-ка мы перекопаем. У них два разумных якобы довода. Первое. Почву подадим вниз. Они же не знают, что там червячные ходы являются аэрацией, канализацией, вентиляцией. Не знают. Они просят, берете лопату. А это огромный, кто бы догадался, какой огромный труд. Но у них еще есть второй довод. Настолько важный, там зимуют вредные насекомые. Вот сейчас мы все это уничтожим. Вот то, что ваше, поле вашего зрения. Все это будет перекопано, уничтожено. И так, понимаете, сотни миллионов садоводов или этого не делают, потому что некогда, но при этом переживают, что теперь у них вредные насекомые уничтожат все. Или перекапывают тяжкий труд. И только, а потом это все перешло в науку. Самое страшное. И сегодня я буду дальше разделываться, особенно с теми рязьмицами. Я не могу иначе. Создан этот самый, как сказать, целый энклав по уничтожению природы. Даже берем шире, вот эта перекопка вот этой вот почвы, это уничтожение не только сюда попадают важнейшие защитники муравьи, я не оговорился. Грибы, без которых не будет, не плодоносят дерево. Грибы, подчеркиваю. Черви, так нет. Миллионы, триллионы микробов и бактерий. И все это, вот как сейчас вы видите, все это единое целое. И когда-то один, я взял специалист, и потом самое страшное перешло в науку. Вот у нас сегодня была плюсовая температура. Недели 3-4 назад было минус 20. Природа началась, дезинфекция, я это называю дезинфекцией. Через неделю опять плюсовая температура. Потом опять до минус 10. Дня 3-4 назад пошел, или 5 дней назад пошел дождь. Все говорят, не бывало чудо. Какой дождь, у нас же зима. Пошел дождь. Потом минус, и все застыло намертво. Везде лужи замерзли, почва замерзла, мокрая, влажная, все, все, все. Это было несколько этапов дезинфекции. Эта природа защищает сады от безмерного расширения вот этих вот. Вот действительно, есть же еще и отрицательные эти самые персонажи. Жуки, пауки, куда деться? Пля и так далее. Вот. Ну, пауки так образно попалось по дрифму. Жуки, пля и так далее. Вот. Получается так. Если в этом саду абсолютно здоровое дерево, много лет ни одной капли ада химикатов, обратили бы внимание, а может быть сотни миллионов садоводов лопатой калечат. А, еще же корни калечат. Это что, не знают об этом? Невероятно. Почему я начал именно с этого? Да я нашел эту фотографию, у меня таких сотни. Только благодаря Сергею Юфереву. Я просто расчувствовался. И даже его стихи я нашел случайно у себя в архиве. Он мне их много присылал. Представляете, какие стихи. Вот она, настоящая поэзия. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...